добрый день дорогие друзья с вами как обычно игорь это про тюнинг на российской 313 наш филиал тюнинга сегодня мы вам расскажем про шумоизоляцию про виброизоляцию про то как это используется из чего она состоит какие материалы при установке самой шумоизоляции нужны для автомобиля поэтому поехали расскажем вам про это все всего бывает четыре вида шумоизоляции в автомобиле это первая виброизоляция лежит у нас сейчас на столе 2 это шумоизоляционные материалы третье шумопоглощающие материал и четвертое это так называемые уплотнительные материалы для который сделал нас для антискрипа начнем по порядку первое это виброизоляция первый слой который клеится базово на голый металл автомобиля может быть оклеен в принципе почти везде где можно подобраться к элементам кузова чтобы защитить его от проникающего внутрь именно не шума а этот материал она защищает от вибрации которые создаются кузовом резонансов именно низкие частоты гасит этот материал потому что у нас состоит из двух компонентов первое это часть мастика на котором как раз таки клеится такой материал очень хорошо краски поглощает именно эти все вибрации и сверху у нас идет тонкая так сказать фольга бывают они тоже разного типа тут все зависит от пожеланий клиента при шумоизоляции автомобиля то есть можно начать с простых материалов это маленькая толщина будет у него но плюсом будет то что он легкий то есть при полной оклейки автомобиля виброизоляцию вы не сильно прибавите весь именно автомобиль curly прибавит но при этом более толстый материалы виброизоляции у нас будут очень хорошо защищать от той самой вибрации но будут весить больше гораздо чем такого тонюкий материал то есть нужно понимать что выбирать при оклейке автомобиля какие материалы зависимости от предпочтений и на виброизоляции это все передвигаемся к следующему Это шумопоглощающие материалы. Вторым слоем на уже установленную виброизоляцию у нас ставится шумоизоляция. Это как раз-таки материал уже идет, который потолще, чем самая виброизоляция. Состоит он из вспененного материала, это вспененный полиэтилен. Он достаточно такой тяжелый, как раз-таки за счет этого и плюс вот этого самого вспененного его состава. Он очень хорошо поглощает шум, даже я думаю на этом столе, хоть он и деревянный, не сильно звонкий, очень хорошо слышно. Если я даже постучу по нему, насколько глухой звук у нас получается, нежели просто на столе. То есть этот материал больше всего вас будет защищать от именно шума, который проходит с улицы, когда вы едете на автомобиле, нежели сама виброизоляция. То есть если взять условно, виброизоляция у нас защищает от вибрации, которая создает сам автомобиль. И шумоизоляция, она защищает от внешнего шума, который приходит в салон с улицы. Передвигаемся к следующему материалу. Перед тем, как мы перейдем к следующему материалу, забыл упомянуть, что данный материал у нас обладает хорошей теплоизоляцией. То есть в зимнее время года у вас будет лучше сохраняться тепло внутри автомобиля. Нужно будет меньше его прогревать при поездке куда-либо. А летом как раз таки кондиционеру будет легче справляться с жарой за окном. Следующий материал, так называемая волна. Она у нас останавливается третьим слоем, чтобы рассеивать шумы, которые попадают сюда. Да, она, как можете видеть, очень мягкая, такой пористый материал, очень хорошо красный, красивый шум. И чаще всего, я думаю, многие замечали, что он используется в студиях звукозаписи, чтобы убрать так называемый эффект эхо. Чтобы создать, ну, немножко такой как бы вакуум, наверное, в помещении, где наклеено данный материал. Тоже третий слой, можно, в принципе, его даже устанавливать и вторым слоем на виброизоляцию. Но лучшего эффекта можно достичь именно с использованием трех слоев вибро, шумоизоляция и поглощающий материал вот такого состава. Передвигаемся к следующему материалу. Ну и последний материал, так называемая лента, которая у нас служит для того, чтобы выполнять функцию антискрипа. То есть она не клеится у нас на те листы, которые я вам показывал до этого. Ее самое лучшее использование – это оклейка, допустим, каких-либо панелей на торпедо автомобиля, которые часто очень скрипят. То есть клеится с обратной стороны между стыками двух деталей, чтобы они не терлись между собой и не скрипели. Можно также, в принципе, завернуть какие-либо трубки пневмоподкачки сидений. Бывает такое на автомобилях по типу Mercedes, Volkswagen. Там они очень часто между обшивками идет у нас трубка, которая может биться об пластиковую обшивку и издавать неприятный звук. Собственно, этот материал как раз-таки защитит автомобиль, защитит эти трубки от того, чтобы они у нас так громко стучались и мешали всем, кто едет в салоне. Ну и не только здесь. В принципе, все материалы мы с вами только что разобрали. Теперь хочется рассказать, как это все устанавливается, именно правильно делается, чтобы прослужили эти материалы все долго и не навредили кузову автомобиля. Поехали дальше. Ну и здесь на живом примере можно как раз-таки посмотреть, как выполняется установка шумоизоляции. Сейчас у нас машина находится как раз-таки на этапе работ. Начинаем клеить весь пол и здесь же видно первый слой виброизоляции, который обязательно прикатывается, чтобы та самая мастика максимально плотно у нас прилегала к металлу автомобиля, тем самым образуя защиту от вибраций, создаваемых кузовом и кроссовом автомобиля. А сверху уже на обезжиренную виброизоляцию клеится сама шумоизоляция. Конкретно с полом и с некоторыми другими элементами получается наклеить два слоя, потому что их толщина не позволяет наклеить уже больше слоев, потому что обратно, допустим, у нас ковер не сможет встать идеально, как он был в автомобиле без шумоизоляции. Поэтому всегда ограничиваемся несколькими слоями и смотрим на автомобиль, где что можно наклеить. Допустим, на дверях вообще клеится до пяти слоев, то есть два слоя вибра и шумоизоляция у нас клеится на внешнюю часть двери изнутри. И еще один слой виброизоляции у нас клеится на сам металл двери, который уже идет в видимой части, если мы снимем дверную карту. И на саму дверную карту можно наклеить еще до двух слоев виброизоляции и того поглощающего материала пенного, про который я рассказывал, вот эта самая волна. То есть это самый оптимальный вариант, что можно наклеить на двери, чтобы максимально их защитить от всего шума, который у нас приходит снаружи автомобиля. То есть в некоторых местах даже пять слоев получается шумоизоляции, это просто идеальная защита от шума. Я думаю, получилось объяснить основные моменты по поводу шумоизоляции. На самом деле эта тема очень обширная и можно разговаривать про нее часами. Но самые важные аспекты в этом видео мы с вами разобрали. Я хочу напомнить, что у нас есть несколько филиалов тюнинга в городе Краснодар. Это улица Российская 313, где мы сейчас с вами находимся, и улица Уральская 35. Поэтому скорее обращайтесь к нашим менеджерам, сделаем все в лучшем виде абсолютно с любым автомобилем.